Здравствуйте, меня зовут Евгений Летуновский. В этом ролике мы поговорим о препаратах, которые используются при геморрое. Говорим мы с Марией Николаевной Шкендеровой, колопрактологом, онкологом, специалистом в эстетической практологии. Итак, Мария Николаевна, все-таки действительно очень часто люди ищут информацию именно по фармакотерапии, если так, по-научному, да, геморрое. Какая существует все-таки основная фармакотерапия геморройдальной болезни или геморрой? Геморрой лечится системно. Что это значит? То есть достаточно регулярно мы назначаем комбинированное лечение, сочетающее в себе как прием препаратов внутрь, так и местное лечение, то есть применение различных форм мазей, гелий и свечей для лечения геморроя. Геморрой мы лечим в ситуациях острых, а также проводим лечение хронического геморроя с целью предотвращения его прогрессирования и предотвращения обострений. Что используем? Используем препараты на основе, ну, флеботоники, да, и в первую очередь на основе диасмина. Эти препараты применяются внутрь. Существуют различные схемы приема этих препаратов при остром геморрое. Продолжительность лечения варьирует в зависимости от того, как обострение выглядит, то есть что мы имеем на приеме у пациента, потому что само лечение здесь не всегда, ну, оно возможно, наверное, потому что все-таки люди назначают себе какое-то лечение. Что уж там, да. Да, и иногда бывают не так уж неправы, но, тем не менее, длительность лечения, она определяется врачом. Я имею в виду то, с какой периодичностью, в каком объеме применяются препараты и как долго. То есть кто-то принимает их неделю, а кто-то принимает их два месяца, да. Ну, вот я вас перебью, кстати, Мария Николаевна, и мы, флебологи, мы очень любим наш препарат флебодио-600. Я уж не знаю, как фрактологи, да. Вот, реклама откровенная, мы можем рекламировать его, потому что всю жизнь, вот, например, я использую при необходимости флебологию. Это не значит, что все подряд принимают, да. Но очень часто нас спрашивают, как флебологов, да, вот как воздействуют, то есть все ли пациенты чувствуют там облегчение в ногах и так далее. Я могу точно сказать, да, что вот вы, фрактологи, точно можете сказать, работает ли флеботропный препарат именно при остром геморрое или нет, да. Вот есть форма, где, конечно, этот диасмин используется, да, по показаниям при геморрое в большей дозировке. И все-таки все фрактологи утверждают, что диасмин работает. Как бы мы ни хотели, это правда, да, то есть снимаются симптомы острого геморрое. Поэтому мы его используем. Конечно, лечение геморроя невозможно без применения местных препаратов. Местные препараты, они очень разнообразны, и их разнообразие определяется не только интересами фармкомпании, а в первую очередь интересами пациентов, поскольку геморрой, он разнообразен по своим проявлениям. То есть у кого-то бывает тромбоз, да, тогда мы используем гепаринсодержащие препараты. У кого-то бывает выраженный отек воспаления, мы используем противовоспалительные препараты, гормональные препараты. У кого-то выраженный болевой синдром, мы используем обезболивающие препараты. У кого-то все вместе, и это должен быть комбинированный препарат, который все это должен помогать нам снимать Опять же, формы различные, то есть это мази, мази с насадками, это свечи, это гели И все определяется той формой геморроя, которую мы получили на приеме у данного конкретного пациента Вот я еще раз хочу вас перебить, чем отличаемся мы опять флебологи, мы сказали про эти препараты диасминов от вас В нашей специальности мази, гели и свечи не работают, мы всегда в этом говорим Не существует лечения варикоза, а тоже вроде как вены То есть это всего лишь уменьшение симптомов каких-то заболеваний, но не лечение ни в коем случае А у вас получается комбинация препаратов местных, это лечение геморроя Потому что это уменьшение воспаления узла, это воспаление и уменьшение ткани То есть насколько огромное различие в местной терапии, например, у вас в флебологии при геморрои И у нас в флебологии при варикозном расширении вен Да, мы очень широко применяем и регулярно применяем И спасибо, что у нас сейчас все это есть То есть раньше вы изготавливались какие-то формы на заказ, еще что-то Сейчас это все уже есть И фармпредприятия, они представляют и свечи, и мази, и удобные насадки для этого существуют То есть там не надо ничего придумывать, все уже есть Значит, действительно, фармакотерапия в лечении геморроя хронического острова Это известная вещь, это эффективно клинически Кстати говоря, очень многие пациенты сами себя лечат и добиваются успеха, как ни странно Это порочная практика Но делать этого ни в коем случае нельзя По одной простой причине Потому что геморрой просто так вот не исчезает Потому что геморрой это все-таки такая патология, которая обязательно вернется к вам вновь Только с большей силой Поэтому, если действительно впервые человек какие-то клинические симптомы почувствовал Выделение крови на туалетной бумаге Соответственно, в унитазе Появилась какая-то мягкая шишка или плотная шишка с воспалением Не нужно залечивать все мазями, не нужно глотать эти вот таблетки, понимаете? Потому что опять обязательно будет рецидив стопроцентно И тогда уже эта клиническая ситуация будет намного другая Согласитесь, постепенно, с каждым годом, да? Все больше С каждым новым воспалением, я бы сказала Да, с каждым новым воспалением Все-таки, что есть, чтобы люди понимали Почему не нужно таблетками лечиться? Почему нужно обращаться к практологу? И почему можно что-то сделать иное? Почему на сегодня? Ну, раньше, какое-то время назад Альтернативой фармакотерапии было оперативное лечение Но оперативное лечение в области, столь деликатной, как у нас Оно сопровождалось очень выраженным болевым синдромом Это действительно было испытание для пациентов И, наверное, надо было как-то сначала выстрадать свой геморрой Чтобы решиться на оперативное лечение В настоящее время существуют методы эффективного, радикального лечения геморроя Которое исключает вот этот ужас оперативного лечения, что было раньше То есть существует оперативное лечение, которое легко переносится пациентами Я, конечно же, веду речь о лазерной геморроидопластике Которую мы проводим на оборудовании фирмы Биолитек Это ведущая фирма в производстве данного оборудования Очень качественная, очень хорошая и зарекомендовавшая себя уже во многих европейских странах Сейчас мы его активно используем У нас есть возможность подарить пациентам безболезненное оперативное лечение Действительно, да То есть если раньше всегда все боялись классической операции при геморроле Или не классической, или модификации этой операции И действительно были правы, потому что реабилитация после таких операций была длительная, мучительная Ну согласитесь, Мария Николаевна, да, еще в зависимости от того, какими пальчиками она была сделана, да Ну и от того, какой геморрой Да, и какой геморрой, да, абсолютно Верно, все-таки не было такой стандартизации Потому что анатомия разная, стандартов таких, да, это не отрезать аппендицит Даже отрезать аппендицит стандарта нет Вот, дело не в этом Но действительно это было для пациента очень тяжело И психологически тяжело, да, что он прекрасно понимал, что будет болевой синдром Потому что даже и врачи об этом сообщали пациенту, что реабилитация будет То на сегодня, вот мы с Мариной Николаевной, соответственно, с Никитой Кирилловичем, да Делаем лазерную пластику И когда человек действительно, вот он два часа полежал в нашей, соответственно, палате, да В нашем стационаре, в уколопрактологии Потом встал, пошел, соответственно, на следующий день он идет на работу, да Не принимая никаких обезболивающих средств Это самое удивительное, что можно видеть в современном лечении геморроя Поэтому, вот как видится нам, да, уже, все-таки Марина Николаевна уже, да Сделали порядочное количество этих операций Мало того, разных стадий, от первой до четвертой Мы прекрасно понимаем, я это вижу, я это прекрасно понимаю Как сердечно-сосудистый хирург, не как уколопрактолог Чем раньше вы пришли, чем более начальную стадию вы убрали с помощью лазера Тем для вас это покажется не операцией ближе, а просто, да, как это Манипуляцией какой-то Приключением, не мучением, а самым настоящим приключением Да, то есть реально нету болевого синдрома после Реально все делается под местной анестезией Мы об этом рассказываем, показываем, да, Марина Николаевна? Единственную маленькую ремарочку хочу все-таки ввести Геморрой все-таки удаляется при увеличенных геморроидальных узлах Просто бывает такое, что у пациента, ну, было какое-то обострение Скажем так, очень легкое, и это при первой стадии И узлы, они вне процесса обострения практически не изменены То есть мы не видим никакого изменения узлов И вот этим пациентам на сегодняшний день операции не показаны Во всех остальных случаях геморрой уже можно удалять То есть вот если есть субстрат, если есть увеличенный узел То есть его уже можно удалить То есть там, где плюс ткань То есть там, где сформированная плюс ткань Ну, и как еще раз мы видим, люди приходят уже в основном при четвертой стадии геморроя Когда уже есть осложнения геморридальной болезни или геморроя Как правильно сказать, и так, и так, наверное Потому что рассматривается просто геморридальная болезнь Некоторыми брактологами и учеными Поэтому не нужно сидеть, нужно обратиться, нужно диагностировать Все это делается достаточно просто, быстро И не засиживайтесь, потому что потом все намного труднее Намного труднее И труднее и проктологу самому, который выполняет тогда операцию И, соответственно, и сам пациент Иногда даже придется в несколько этапов провести операцию То есть невозможно в один этап сделать, ну, все Удалить всю геморроидальную ткань Да, и еще, конечно, после того, как проведена операция Мы опять возвращаемся к тому, что вы очень часто назначаете фармакотерапию Да, которая, опять же, не только как монотерапия Но вообще помогает, да, уже и после, соответственно, проведенного лечения Да, это у нас обязательный, можно сказать, стандарт Спасибо большое, мы говорили с вами, с Марией Николаевной Обязательно будем возвращаться к теме геморроя И всевозможных методов лечения Спасибо, что вы были с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!